Вот видите, какая здесь нефть хорошая, прозрачная. Сподорожный нафтовый газ – это суместь газоподобных углеводородов, растворенных в нафте. Сдобывать его не просто. Потребуется шмот часу и финансовых сроков. Для пошуку проводятся масштабные сейсмичные доследования. Самый дорогий этап – буренья. До приклада глубины сведоровины номер 5, заходя Александровского городовича, 4,5 километра. И тем не менее, благодаря своим уластивостям, сподорожный нафтовый газ является каштовной химичной сыровиной. Невзирая на падение цен на нефть, это сегодня окупается, это прибыльное дело. И мы этим занимаемся с большим удовольствием. На следующий год, допустим, заложено у нас 5 поисково-разведочных скважин с высоким тоже газовым фактором. Не как здесь, а, к примеру, в Восточном Первомайке – 400-450, Надвинка – 380-350 газовый фактор. Тоже там бурим. Новые площади сейчас открыты у нас и подготовлены к бурению. Сегодня же сдобытый 15-миллиардный кубометр с подорожного нафтового газу. Отлик ведется с 1966 года, с початку выкорыстания радовища. Знаменальную падею зафиксовали у операторной установцы подрыхтовки нафты. Внимание, есть 15 миллиардов метров кубических, добытого. Поздравляю, коллега. Поздравляю. Установка подрыхтовки нафты связана промым трубопроводом с радовищами. Сюда поступает трехфазная ваткасть, якая смешает нафту, воду и с подорожный газ. Далее отбывается сепарация, иншими словами разделение усих фаз на особные компоненты. В зависимости от того, каким образом он транспортируется, либо под собственным давлением сепараторов, либо с помощью дожимной компрессорной станции он транспортируется на белорусский газоперерабатывающий завод. А нефть тем самым стабилизируется и доводится до требуемых, нормируемых значений. Одинное предприятие по перепроцессу с подорожного нафтового газа – белорусский газоперерабатывающий завод. Годовые объемы – 235 миллионов кубичных метров. Тут его отримывают заводкованный вуглеводородный газ, который используется в качестве моторного палева для автотранспорта, промысловых металл и коммунально-бытового споживания. 20% продукции полностью обеспечивают потребы Беларуси. 80% накируется на экспорт основным Украины и ЕС. Стоит задача непосредственно выпускать качественную продукцию. Наши нажиженные газы соответствуют первому классу коррозии на медную пластинку ЕН-589. Кроме всего этого, мы зарегистрировали в 2016 году в системе РИЧ. Это регламент Ревосоюза. А также получили четыре вида продукции. Мы получили непосредственно номера. Это бутаны из-за бутана фракции, пентаны из-за петана фракции. То есть чисто экологический продукт. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, отель радиокомпания «Гомель», Рэшеский район.